Я вижу ваши плюсики. Здорово, я рада вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Меня зовут Орлинская Алена, я директор компании «Реку». С компанией сотрудничаю давно и достаточно успешно. Сегодня у нас будет не совсем обычный вебинар. Он будет непрактический, он будет мотивационный, но в нашем бизнесе без мотивации никуда, без мечты никуда. Как говорится, человек без мечты как-то без крыльев, летать не может. Поэтому будем с вами мечтать, летать и, конечно же, поговорим о том, как не только мечтать, летать в облаках, а о том, как свои мечты воплощать в жизни. Давайте небольшую такую перекличку в начале вебинара. Напишите, пожалуйста, в чат. Из каких вы городов и как давно вы в Реклэйм. Возможно, вы новичок, возможно, вы менеджер, возможно, вы директор. Напишите, на каком вы сейчас стадии развития у нашей компании и из какого вы города. Нам друг с дружкой тоже познакомятся. Рыбинск, отлично. Я из города Иваново. Москва, Омск, Якутия. Обалдеть, какая у нас география. Ростов-на-Дону, Таганрог, Ростов-кобласть. Здорово. Рады вас приветствовать. Ну что, будем тогда начинать. Готовьтесь к тому, что вебинар будет нестандартный. Нам с вами нужно будет много общаться. Поэтому готовьте ваши пальчики. Будем с вами активно общаться и переписываться в чате. Если у вас мечта, да, вы пришли на такой не совсем обычный вебинар про мечту. Давайте так с вами договоримся. Кто не стесняется, напишите, пожалуйста, в чат, какая у вас мечта. Кто стесняется, просто напишите, что мечта у вас есть. Почему спрашиваю? Вы знаете, очень многие в нашей жизни даже не задаются этим вопросом про мечту. Очень часто вот вы идете, например, устраиваться на работу. Ведь вас же никто не спрашивает, да, Марья Ивановна, какая у тебя заветная мечта? Знаете, чего бы ты вообще от жизни хотела? Я же только каких-то не слышала. Начальников, да, чтобы они спрашивали о том, есть ли какие-то мечты. И очень часто, в последний раз, о вашей мечте, ну, кроме, да, от нашей компании, чаще всего спрашивали в детстве, да, кем ты мечтаешь быть, о чем ты мечтаешь. Да, согласитесь, ведь в детстве чаще всего мы мечтаем. Спасибо за ваши ответы. Есть у меня одна, но отлично. Здорово, что мечты есть. Но такой тоже важный вопрос, почему многие не достигают мечты. Здесь такая очень наглядная картинка, да, видно, что девочка, дочка, она мечтает стать галериной, и вот такая мама. Бобища, бигуби, бутерброд, такая необъятная, и такая, знаете, усмешка в глазах, какая-то издевка даже, да, что, ну, ну, мечтай, все равно у тебя ничего не получится. Почему все-таки многие люди не достигают мечты? А есть такая фраза Роберта Киосаки, очень его люблю, очень люблю его тестировать. Есть у него такая знаменитая фраза. Многие люди не имеют мечты, как-то сказал мой богатый папа. Почему? Спросил я. Потому что мечты стоят денег, ответил он. Очень многие люди отказались от своих мечт только потому, что они понимают, что они никогда не осуществятся, потому что у них элементарно хватит денег. Чаще всего заменились на какие-то маленькие, но реальные. Ведь сложно мечтать, когда у тебя зарплата, там, 7-10 тысяч рублей. Какие могут быть мечты? Купить новую кофточку, да, это мечта, и то иногда копить надо. Как насчет путешествий, да, я вижу, многие пишут путешествия. Как насчет последней модели Мерседеса? Стоят ли они мечтать, когда зарплата, да, там, 7-10-15 тысяч, аж 20 тысяч, тоже не купишь, не попутешествуешь особо, да, и Мерседес не купишь. И наверняка вы слышали такие фразы, сними розовые очки, вот ставьте плюсики, вот кто эти фразы слышал. Сними розовые очки, вернись в действительность, это не для тебя, у тебя ничего не получится, ты никогда не сможешь это сделать. Вот поставьте плюсики в чат те, кому хоть раз такое говорили. И знаете, самое обидное и досадное, что очень часто нам такое говорят близкие люди, друзья, родственники, знакомые, и самое страшное, если так говорят родители. Вот страшнее нет. Родители не верят в то, что дети могут быть успешными, в то, что у них получится. На самом деле, почему люди так говорят? Это потому, что они сами своей мечты не добились. У них не получилось то, что они хотели. И чаще всего именно такие люди будут разрушать ваши мечты. Вот спросите, например, ну, не знаю, у Любы Смоленко. Люба, как думаешь, достигну я своей мечты? Как думать, что Люба вам ответит? Конечно, да. Потому что у Любы уже нечты сбываются, да, и сбылись многие. Да, потому что она знает путь, как достичь своей мечты. А люди, которые ничего в жизни не добились, они будут вам снимать розовые очки и, да, говорить о том, что у тебя ничего не получится. Вот мой вам совет. Не слушайте таких людей. Те, кто вам говорят, что у тебя ничего не получится, докажите им обратно. Докажите им то, что все у вас получится. И вот я сейчас обращаюсь, наверное, к тем, у кого есть дети. Не смейте топтать их мечте. Даже если вам она кажется нереальной, даже если она какая-то неисполнимая, и вы уверены, что никогда это не получится. Пусть ребенок хотя бы постарается. Ему и так в жизни все поставят на свои места, и так его побьет где надо и поставят на место. Но ни в коем случае, чтобы это не от родителей живо. Да, иногда надо, ну, какую-то трезвость включить. Да, если совсем там мечты, знаете, те, что завтра, да, у меня будет Мерседес. Конечно, это нереально. Но если, да, это грамотно планировать, распределить по времени, что не завтра, там, например, через два года, просчитать, тогда да. Да, это реально, и, возможно, вырастут крылья. Поэтому, ну, мы насчет того, какие мечты бывают, еще тоже сегодня поговорим. Здорово тех, кого поддерживают. Да, но не слушайте тех, кто вам обрубает крылья. Выподобляйтесь вот этой даме. Не надо. Как вы вообще считаете, достичь мечты реально? Оставьте единичный печат, кто считает, что мечты можно достичь. Посмотрите, какие сейчас у нас по городу ездят машины. Если, ну, там, не знаю, года 3-4 назад какие-то там иномарка проезжает, там, с оптимым верхом, да, кабриолет, какие-то, что вы сказали, кабриолет, то все оборачивались, вау, какая машина. То сейчас как, ну, кабриолет, кабриолет, да, их сотни, да, и их с каждым годом все больше и больше. Какие дома сейчас строятся? А вот у нас в городе очень много новостроек. Какой бы сейчас кризис не был, да, и там, чтобы люди не говорили, строятся дома, и кто-то их покупает. И очень часто, да, вот если врачи-то, многоквартирные дома, очень часто квартиры там раскуплены уже на стадии строительства. Раньше таких не строили, да, раньше были там эти хрущевки, брюшневки, да, сейчас индивидуальные планировки, там, 100, 200 квадратов, пожалуйста, и хотите двух уровней. Для кого это строят? Наверное, есть спрос. Раньше бы не строили. Коттеджи какие сейчас, да, двух-, трехэтажные, дворцы. Кто-то в них живет. Да, вижу ваши единички. Спасибо. Да, мечты достичь реально. Но есть еще такой момент. У меня всегда в голове это было, почему не я, да, почему там не мои родители. Не знаю, живем в одной стране, да, вот может быть, вас такие мысли посещают, вот почему, да, там, кто-то падает в обморок, когда цены на проезд, на рубль поднимают, а кто-то живет совсем другой жизнью, да, и даже не парится, сколько стоит хлеб и сколько стоит продуктов в магазине. И мне всегда посещали эти мысли, может быть, эти люди какой-то специальный урок в школе посетили, а я его прогулял, или, может быть, в институте им что-то объяснили, а я что-то не допоняла. Может быть, родители что-то не допоняли. И, знаете, очень часто есть еще в нашей стране, к сожалению, такой стереотип, это отношение к бедным, к богатым, наворовали, да, ведь многие так считают, что все богатые наворовали у бедных, да, бывает, может быть, вы так не считаете, но наверняка в вашем окружении есть люди, которые считают, что все богатые плохие, они ужасные, я не хочу быть богатым, потому что все богатые чопорные, все богатые жадные, или еще что-то в этом роде. Вы знаете, очень наглядный пример вот этого отношения к бедным и богатым показан в фильме «Титаник». Кто смотрел «Титаник»? Показатьте плюс. Я его несколько раз смотрела, этот фильм, «Колакова», когда «Декабрь утонул». Но смысл не в этом. Смысл в том, как там показаны бедные люди, как там показаны богатые люди. Вот кто помнит этот момент, когда начал корабль тонуть, как там бедных несчастных оставили, закрыли там на этой палубе, и как богатый там отпихивал, дал денег, и залез в эту шлюпку и спалил. Как там показывали, как богатые сидят в ресторане, и они там все-таки непреступные, у них все скучно, неинтересно, и как бедные там пляшут на этой нижней палубе, как у них все здорово, классно, и какие они прекрасны. Вот нам это несется с экранов телевидения, нам это несется со всех каналов, наверное, связи. Вот это отношение бедных с богатым, что бедные – это хорошие, а богатые – это плохие. Нам это сознательно закладывают, чтобы мы не хотели с вами быть богатыми, чтобы мы думали, что нет, все богатые ужасные люди, поэтому я не хочу быть богатым, лучше я буду бедным, но честно. На самом деле, конечно, есть люди, которые заработали свои деньги криминальным путем, есть люди нехорошие, я согласна, что есть такое. Но вот у меня лично таких знакомых нет. Среди моих знакомых очень много таких, кого можно отнести к людям с высоким достатком, причем я знаю, как они это заработали. Практически все с нуля. Просто кто-то либо устроился на высокооплачиваемую работу, да, и сейчас работает день и ночь, да, и зарабатывает ради своей семьи, кто-то начал свой бизнес с нуля, кто-то построил свою карьеру в сетевом маркетинге. И самое главное, что эти люди просто взяли ответственность на себя, не ждали там чего-то государства. Сейчас полно, опять же, в соцсетях пестрит там статусами, там, вот, ребенка собрать школу не могу, там, предлагается кредит, да, вот, недавно наткнулась на такой пост, что там даже рюкзак, да, там, 5-7 тысяч предлагается купить в кредит, вроде, что же дальше, там, еду, что ли, в кредит будем покупать. Да, если вы ничего не поменяете, вы будете покупать еду в кредит. Кто-то же собирает своих детей не в кредит в школу, а за наличку покупает, там, самое хорошее вещи. Наверное, не все наворовали, наверное, все-таки есть люди, которые зарабатывают, и зарабатывают именно честным, в этом, своими мозгами, своими усилиями. И очень часто именно богатые люди создают новые рабочие места, платят огромные налоги из своего бизнеса, которых как раз выплачиваются пенсии тем, кто жалуется. Очень многие люди занимаются благотворительностью, просто нет, и не афишируют, никто об этом не знает. А как, что, где, туда, там, нехорошее, так сразу у нас это все в средстве массовой информации. Не так часто я вижу о том, что, да, вот, там, такой-то человек, там, кто-то пожертвовал. Не афишируется это, не надо лично богатому. Но если брать, кстати, нашу компанию, реклама, компания, один из учредителей Международного детского фонда, и реально оказывает поддержку деткам, да, либо женщинам, оставшимся без мужей, да, без поддержки. И в наших регионах строятся, и в детских домах устраиваются, да, различные, например, один из таких последних моментов, которые мы запомнился об этом, было написано, кстати, в журнале Миры Реклама, это было достаточно давно, в одном из детских домов нашего региона была сделана кухня для детей, где они учились бы готовить. Потому что чаще всего детки, которые выходят из детских домов, они не умеют элементарных вещей, да, они живут, как бы, на всем готовом, да, они ходят в столовую кушать, они элементарно, они знают, как порезать хлеб, откуда берется суп, да, и вот для таких деток была сделана кухня, где бы они учились готовить, то есть, они были готовы к взрослой самостоятельной жизни. Но это нигде не фишировалось, да, и богатые у нас плохие. Ну ладно, пойдем дальше. Да, разобрались мы с тем, что, да, богатые есть хорошие, есть плохие, мы с вами будем очень хорошими, богатыми. И сейчас хотелось бы, наверное, подробнее обновить именно о том, какие бывают мечты и как отличить настоящую мечту. Вы знаете, да, вот вы писали о том, какие у вас есть мечты, спасибо тем, кто поделился, но как вот определить именно, что такое настоящая мечта? Как вы считаете, именно вот настоящая мечта, как ее определить? Что это такое? Вот как понять, что вот та мечта, она вот именно то, что будет вас видеть? Мечты могут быть разные, может быть, хочу во Франции, хочу жить хорошо, хочу дома, хочу на марку, хочу зарабатывать. Что-то вы молчите, ладно, не буду вас мучить. Вот ответ. Вы засыпаете, думаете об этом, просыпаетесь, думаете об этом. Это то, что не дает вам покоя, то, что жжет вам руки, ноги и заставляет вас двигаться вперед. Это то, что заставляет вас встать пораньше, может быть, на час, чем вы встаете обычно. Это то, что заставляет вас, возможно, лечь позднее, да, и вы делаете, вы действуете, вы к этому идете, и вы понимаете, что если вы этого добьете, вы будете счастливы. Потому что очень часто бывают такие мечты, которые, ну, не ваши. Например, вам муж там сказал, надо бы нам машину поменять. И вы такие, о, опа, вот она мечта, хочу машину. А на самом деле это не ваша мечта, это мечта вашего мужа. А вы на самом деле хотите ремонт сделать в квартире. Найдите именно ваше, то, что будет двигать именно вас, да, а не ваших близких. У каждого может быть своя мечта даже в одной семье. Да, от мечты горят глаза, ощущение полета, все правильно. Вы знаете, есть такой анекдот, скажу вам его, да, как понять мечта или, да, есть такое понятие хотенчик, да, хочу, есть анекдот, хочу в Париж. Сидят две подруги, одна другая говорит, что-то опять в Париже не хотелось. Вторая спрашивает, а ты что там была? Она говорит, да нет, просто давно не хотелось. Да, то есть вот это, это не мечта, это так, да, похотелось в Париж, потом расхотелось. Да, то есть мечта это то, что вызывает, не знаю, у вас температура поднимается, у вас волос начинает дрожать. Так как мы тут смеялись, да, там волосы начинают шевелиться, пара за шею идет, и вы копытом бить начинаете, да. Ну, шучу, конечно, но вы поняли, о чем я говорю. Да, то есть именно такое ощущение у вас должно быть от вашей мечты. Причем, знаете, мечты бывают иногда такие не слишком глобальные. Вы знаете, однажды ко мне пришла девушка, я говорю, вот чего ты хочешь? Она говорит, сапоги хочу. И вот вы знаете, вот в процессе нашего общения я поняла, что она эти сапоги так хочет, что она ради этих сапог готова вообще сборы свернуть. Да, в итоге она и на сапоги заработала, да, и еще на ремонт новый, да, и на машину. Да, а хотела-то всего лишь сапоги. Вот, поэтому, да, мечтайте. Мечтайте правильно, мечтайте по-крупному. Так, как я уже сказала, да, засыпаете, думаете об этом, просыпаетесь, думаете об этом. Меня не видно, потому что у меня выключена камера. Как вы считаете, какими качествами надо было дать, чтобы достичь своей мечты? Напишите, пожалуйста, в чат. Поделитесь, как вы считаете. Мы сейчас с вами поговорим о тех качествах, которым должен обладать человек. Я вам приведу несколько примеров. Знаете, иногда люди говорят, что нужно быть там энергичным, умным, талантливым, амбициозным. На самом деле, это такой набор качеств, который есть практически у каждого человека в большей или меньшей степени. Ну, например, да, такой вот очень наглядный Билл Гейтс, самый богатый человек планеты, основатель компании Microsoft. Вот эта программа, да, с помощью которой он разбогател, это не он написал эту программу. То есть он не суперумный, не суперталантливый. Он ее купил у человека, который ее создал, запатентовал, да, и начал тиражировать. То есть он, не он был гением, который создал эту программу. А тот, который создал, он так, в принципе, особо-то не разбогател. Основатель сети Макдональдс. Я к Макдональдсу не очень хорошо отношусь, но это очень популярная такая сеть ресторанов быстрого питания. Не Рэй Крох придумал эту идею, он ее купил у другого предпринимателя. Да, то есть другой человек придумал вот эту идею. Да, а основатель для перекупки. Да, то есть не всегда, да, важно и нужно быть таким, да, прям супер каким-то человеком. Просто одна из возможностей, одна из таких главных целей – это умение видеть возможности там, где другие их не замечают. А простой вам пример – компания Western Union. Сто лет назад это была одна из фирм, которая занималась грузоперевозками. Но однажды получилось так, что один из ее сотрудников не смог выехать, да, из-за границы. Так получилось, что у нее закончились деньги. Он их получил по почте только через месяц. Стоять лет, как он там не сидел, но смысл в том, что только через месяц он получил деньги. Так развелось все вот эти мгновенные денежные переводы. То есть компания закрыла свои ветвины по грузоперевозкам, и сейчас она номер один в своей отрасли именно по переводам. Да, казалось бы, да, вот она рядом, возможно. Дальше. Ненормальная держимость в достижении своей цели. Нормальные люди работают с 8 до 5 и домой к телевизору, учащихся. Как правило, они живут по правилу 3Т. Тахта, телевизор, туалет. Ненормальные люди – это такие люди, которые готовы с утра до вечера работать, но зато потом они сойдут в свой собственный самолет и куда-нибудь летят загорать, отдохнуть, покупаться. Фруктов поесть из дерева, а не из магазина. Это ненормальные люди, да, и одержимые в достижении своей цели. Ну, представляете, такая ситуация, так как понятно, нормальные или ненормальные. Звонит вам подружка, например, Иван Иванович говорит, пойдем в кафе, посетим, поболтаем, давно не виделись. Ой, нет, слушай, у меня вебинар сегодня в это время, я не могу, я пойдем. Мне нужно где-то посетить обучение. Ну, ладно, давай, другой раз. Другой раз она вам звонит, вы говорите, ой, нет, у меня сказать, уседование. Я не могу, да, мне сейчас важно это сделать. Потом давай, другой раз. Ну, давай. На третий раз вам она звонит, вы говорите, ой, у меня планерка в скайпе, я не могу. Она говорит, да, ну, какая-то ты ненормальная стала. Значит, у вас все нормально, да, значит, вы ведетесь правильным представлением, значит, вы развиваетесь. Да, у нормальных мам нормальные дети, у ненормальных мам, да, они завтракают в Париже, обедают в Риме, на Новый год они едут еще куда-то, да, на день рождения здесь, ну, энд. Да, вот это ненормальный мама. Да, я сейчас именно в хорошем смысле вам сейчас, ребят, говорю, поймите, да, что не нужно там, чтобы у вас взяла крыша, да, конечно же, в первую очередь. Да, мы выполняем какие-то свои основные обязанности, и, естественно, да, мы двигаемся вперед к своей цели, к своей мечте. Вот если у вас жжет эта мечта, вам будет все равно, что о вас думает окружающее. Вы найдете время, вы найдете возможность, и вы этого добьетесь, несмотря ни на что. Следующее качество – это огромная работоспособность. Вот только не говорите, что я не могу, я устала, а мне некогда, значит, это не ваша мечта. Если у вас нет работоспособности, значит, мечты у вас нет. Вы знаете, если вспомнить, как работали наши родители, как работали наши папы, бабушки, я вот сейчас вспоминаю, меня мама в садик отдала, я не знаю, мне годик там небольшим был, меня отдали в яд, и мама пошла работать, потому что нужны были деньги. Она работала каждый день, и я помню, что даже на школьные какие-то собрания у меня сестра старшая ходила, потому что мама постоянно работала. Представляете, какая работоспособность? Наши бабушки там вручную копали гектары картошки, это сейчас уже там комбайны, да, там какая-то техника уборочная. Да, раньше вручную в колхозах собирали, пахали, там на лошади как-то с утра до ночи, пока солнце не сядет. Но здесь, кстати, хочу заметить такой важный вопрос. Важно работать не только много, но и в правильном направлении. Если вы сейчас пойдете вручную убирать картошку в поле, я не думаю, что вам это даст достижение вашей мечты. А если вы будете инвестировать свое время в развитие вашего бизнеса, то, поверьте, достаточно через короткий промежуток времени у вас уже будет результат, и вы уже будете получать свои деньги, получать свой доход. Согласны со мной? Доставьте плюс, что работоспособность – это одна из таких важных задач и важных качеств. Отлично, бездейся, а то я говорю, говорю. Перейдем дальше. Успешные люди никогда не сдаются. Никогда. Томас Эдисон – очень знаменитый человек. Кто знает, чем он знаменит? Томас Эдисон – напишите, пожалуйста, сейчас. Что изобрел Томас Эдисон? Кто знает? Немножко… Ага, отлично. Томас Эдисон отобрел лампочку электричества. И вот его слова, да, наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Мы более верны путь к успеху. Это все время пробовать еще один раз. Как он сам говорит о том, что 999, да, вот этих раз, когда лампочка не зажглась, он говорит, я знаю 999 способов, как эта штука не работает. Да, представляете, если бы он отступил, там, не знаю, на 500-й раз, или там, на 800-й. Да, только на тысячном эксперименте лампочка загорела. И мы бы сейчас, не знаю, может быть, до сих пор при свечах сидели, если бы не его упорство, да, если бы не его жажда к успеху и жажда к тому, чтобы достичь чего-то нового. Да, вы многие, кстати, писали про упорство, да, вот как раз здесь вот, как раз об этом я говорю. И знаете, еще очень важный момент, иногда многие люди бьются в стену, когда рядом есть дверь. Не всегда, да, работает то, что работало раньше, поэтому смотрите по сторонам, смотрите какие-то новые возможности. То есть том и сервисом он же не одно и то же, да, каждый раз зажигал, он каждый раз что-то добавлял, убавлял, да, то есть смотрел какие-то варианты. Поэтому задача упорства проявлять именно не в том, что вы делаете одно и то же, оно вам не дает результат, а в том, чтобы быть гибким, да, искать другие варианты, при которых, да, ваше, ваше стремление будет работать. Успешные люди ценят свое время и не тратят его на мелочи. Так, мы уже к вопросу времени, да, немножко затрагивали его, да, что мне некогда, да, мне, например, дети, семья, еще что-то, родители. Знаете, время – это то, что не купишь, это то, что не продашь. Время бесценно. И только вы решаете, как распоряжаться своим временем максимально эффективно. У вас каждый день, у каждого человека есть одинаковое количество времени. Просто вопрос в том, как мы мастердимся и как мы его потратим. Да, какие у нас есть воры времени. Телефон. Я сейчас имею в виду не деловые звонки, да, там, например, собеседование, вот, телефону проводить или с партнерами со званием, а именно пустые разговоры. А вы знаете, очень часто пустые разговоры бывают, там, с подружками, да, даже с родителями порой, да, вот маме иногда звоню, да, она вот мне начинает, там, или я ей начинаю, там, какие-то рассказывать, перемывать кости, да, что я к тебе там узнала, прочитала, там, какие-то летние. Я себя вовлю на мысль, что даже 15 минут я не готова их тратить на какую-то ерунду. Я лучше соберусь, поеду к маме, попью с ней чаю, посмотрю ей в глаза, и поговорю с ней вживую, да, я там лучше раз в неделю к ней нормально съезжу, и поговорю, чем я буду каждый день, там, по часу, там, по два, что-то там перетирать. Да, поэтому телефон и полезный, в то же время опасная штука. Да, то есть я вообще за личное общение, я не очень люблю вообще разговаривать с телефоном, я лучше езжу или приглашу к себе в гости, да, и поговорить с живым человеком. Интернет. Интернет я сейчас имею в виду, опять же, не наша с вами деятельность, да, мы с вами используем время рационально, а, например, какие-то игры, просмотр ленты новостей. Вот я, например, не очень люблю одноклассники за то, что там заходишь, там сразу новости, в контакт хотя бы заходишь, там на своей странице. Одноклассник, там сразу же вот эта лента, у кого что-то произошло. И вот волей-неволей глаза цепляются, да, за какие-то, кто женился, кто развелся. Это еще ладно, если, да, какие-то новости узнаешь, а очень часто много мусора и пустого какого-то, ну, не по делу, просто вот, какого-то ерунды, да, какие-то, не знаю, негативные очень частые мысли в интернете. Вот, поэтому, да, есть даже такая фраза, что села в интернет на пять минуточек, слышу, да, что суп уже у меня там жарится, да, перестал вариться, уже начал жарить. Да, может быть, вы себя варили на такие мысли, да, что пять минут в интернете иногда превращается в полтора часа бесцельного времяпровождения, бессмысленного и бесцельного. Мысли не по делу. Вы знаете, есть такая притча, да, про стакан с водой. Да, один из профессоров с своими студентами взял стакан с водой, налил, налил стакан в обед, взял его в руку и спросил, как вы считаете, тяжелый стакан, все форматы, нет. А если я буду держать его час, два, три, неделю, рука отвалится. Вот очень часто мы какие-то, знаете, негативные мысли гоняем сюда-сюда, начинаем, вот, вот она мне так сказала, вот она мне на ногу на степьё в транспорте, и вы начинаете там целый день продумывать план мести. А вот надо было ей так сказать, а вот надо было ей в ответ наступить, а вот надо было ей извиниться. Знаете, вот таких мыслей, их очень много может быть. Они по делу, а они вас разрушают, они тратят ваше время. Да, отключитесь от этих, да, каких-то непонятных мыслей и лучше включите мозги в правильное русло и как вам развивать бизнес, да, как вам там, не знаю, уделить время больше семье, да, ищите правильное, не надо мне так делать. Телевидение, пресса. Ой, это вообще просто. У меня телевизор дома есть, но у нас не подключена антенна телевидения. У нас телевизор стоит для того, чтобы просто был большой экран, и мы иногда смотрим фильмы в интернете, находим и через телевизор их смотрим. Либо вебинары, если через телевизор можно смотреть на большом экране. На самом деле, я не знаю, ни для кого, наверное, не секрет, что все новости не заказнили. Все абсолютно. Вам никогда не расскажут, что все хорошо. Да, вот здорово, я знаю, что есть эти люди, которые не смотрят телевизор. Отключайте, оно вам не нужно. Как мне мама говорит, как же, а вдруг война? А ты не знаешь, я говорю, поверь, я одна из первых об этом узнаю, потому что у нас бизнес информационный, у нас тут же что-то напишут в чате, тут же что-то выставят в социальных сетях, да, я порой какие-то новости знаю раньше всех остальных. Молодцы, вот кто не смотрит, прямо я респект вам. Потому что, вот, обратите внимание, особенно на новости. Когда в последний раз по телевизору показывают что-то хорошее. Я прихожу к маме в гости, она смотрит телевизор, смотрит новости, я, конечно, не за это ругаю, но мы тут как-то на днях, да, были. Ведь что показывают? Упал самолет, там война, там этих паралимпийцев на Олимпиаду не выпустили, да, вот один негатив, там, кто-то убил кого-то, то задушили, то еще что-то. Нас зомбируют на страх смерти. Люди начинают бояться и понимают, что, ой, дедя, у меня вроде бы не так все плохо. Да ну подумаешь, зарплату задерживать, ну подумаешь, там ребенок двойку принес, зато мы живые, зато мы в самолете не разбились. Да, вот такие мысли людей похищаем. Поэтому отключайтесь от этого, не надо. И пятый, да, это общение с вежливостью. Умейте сказать нет. Жесткое, твердое, вежливое – нет. Потому что это общение с вежливостью, знаете, иногда в социальной сети начинают там что-то писать, да, только девочки непонятные, мальчики какие-то пишут, там, привет, как у тебя дела? Я не знаю этого человека, какая ему вообще разница, как у меня дела. Да, то есть не тратьте время. Я пресекаю вообще такое общение, бессмысленное, да, если там я, ну, я не знаю, зачем мне человек там пишет или звонит, например, порой бывает, да, там, просто так. Я не общаюсь с этим, я пресекаю. И вам советую, не тратите время. Следующее. Успешные люди мечтают по-крупному. Вы знаете, есть такое понятие, да, что вот то, что вы во Вселенной копилаете, то вам и возвращается. Вот если вы ставите перед собой задачу, ой, за счет поехать, сейчас тоже расскажу еще этот момент, да, вот про крупные мечты. Если вы ставите перед собой задачу заработать 2 тысячи, вот вам не хватает 2 тысячи там на что-то, как думаете, заработаете 2 тысячи? Уверена, что найдете варианты, где-то там заковымите, где-то что-то перепродадите, но вы эти 2 тысячи заработаете. А если вы поставите себе задачу заработать 20 тысяч? Как думаете, заработаете? Возможно, чуть подольше, чуть посложнее, но вы их заработаете. Если вы поставите себе задачу заработать 200 тысяч, поверьте, вы и их заработаете. Мозг решит абсолютно любые задачи, которые вы перед ним ставите. Большинство людей просто не ставит себе такую задачу. Они довольствуются тем, что есть, и еще иногда жалуются на то, что есть. Нужно благодарить судьбу, благодарить Вселенную, Бога за то, что у вас есть. Вы живы, у вас две руки, две ноги, вы здоровы. И благодарите за это. И ставьте себе большие задачи. Потому что если вы не будете ставить такие задачи, вы тем более не заработаете. Ну, смотрите, хотите вы зарабатывать, например, 200 тысяч, а заработали 100. Ну, наверное, расстроитесь или не очень. Да, есть такая фраза, что всегда сверплась в луну. Даже если вы промахнетесь, то все равно он станет передвиживаться. Ставьте себе большие задачи. Да, там заработать 200, 300, 500 тысяч. Если вы начнете зарабатывать 50, вас уже это обрадует. Наверняка многие. Да, я не знаю, какие у вас амбиции. Поэтому ставьте своему мозгу больше задачи. А насчет куда-то поехать. Знаете, у меня был недавно такой диалог с одной девушкой. Я ей говорю, о чем ты мечтаешь? Она такая, увы, да я не знаю. Попыталась из нее выводить. Я говорю, куда на лето поедем? Ой, никуда не поедем. Я говорю, ну, чего такое, что случилось? Ой, сейчас везде опасно, везде война. Нет, нет, мы никуда не поедем с детьми, тем более нет. Мы будем в городе, это безопасно. Представляете, насколько людей запугали вообще, что они даже боятся мечтать куда-то поехать. Я говорю, а где сейчас страшно? Ну, вот в Крыму, например. Я говорю, не знаю, мы две недели в Крыму были, все там мирно, тихо и спокойно. Ой, не знаю, мне вот рассказывали вот то-то, то-то. То есть, представляете, да, то есть люди, даже не зная, не ведая вообще, что там происходит, у них такое мнение. Да, то есть, насколько люди зазомбированы, запуганы, не будьте такими ради Бога. Но если вы здесь, я уверена, что вы не будете. Следующее качество успешных людей, людей, которые достигают своей цели, достигают своей мечты. Успешные люди постоянно учатся новыми. Вот такая наглядная картинка. И самое страшное, что вы можете сказать, я это уже знаю. Нет, ребята, учиться нужно всегда и постоянно. Особенно сейчас. У нас настолько век даже не информационный, а суперинформационный, что если вы что-то новое не узнали, все, вы отстали от жизни. А если вы не следите за тем, как меняется мир, не пытаетесь это осмыслить, не пытаетесь к этому адаптироваться, вы начинаете деградировать. И это огромное заблуждение, что раньше, в 90-е годы, новые русские, что это необразованные, не очень воспитанные люди. На самом деле, те, кто необразованные и невоспитанные, они остались без денег. Именно умные, воспитанные, образованные люди, они постоянно учатся новому, и они добиваются успеха. В нашем бизнесе очень часто, да, вот в Крыму, да, нам тоже, Ленар, нам очень понравилось. Очень часто, вот на вебинаре сейчас, вот я даже смотрю по фамилиям, люди, которые уже определенных успехов добились. А зачем они здесь? Да, для того, чтобы зарядиться энергией, для того, чтобы получить что-то новое, для того, чтобы получить новую информацию. Особенно в интернете мир не стоит на месте, да, что постоянно развивается, постоянно новые методы работы, постоянно какие-то новые фишки, новая программа. И если вы работаете по-старому, если вы, как некоторые еще начинают, вот, раньше там колбаса 25 копеек стоила. Еще бы чего вспомнили, да, если вспоминать, как там жили при Советском Союзе, то тогда тоже не все гладко было. Это сейчас там начинают вспоминать, вот там, то было, все было. Я вот у мамы спрашиваю, она говорит, да ничего не было, дефицит был, продуктов не было в магазине, одежды не было, все было одинаково и серое. Сейчас мир совершенно другой, есть все, денег только у людей нет, но заработать их можно. Поэтому учитесь, не останавливайтесь. Да, насчет путешествий, я говорю, всегда какие-то новые мысли в путешествиях рождается, и меня не забоятся. Успешные люди всегда имеют своих наставников. Вам, каждому из вас, кто сейчас на вебинаре присутствует, очень крупно повезло. У вас у каждого есть спонсор, есть наставник, есть человек, который пригласил вас в бизнес. У кого-то он опытный, у кого-то он новичок, но у любого новичка есть опытный спонсор. Идите выше, идите в чаты, спрашивайте, кому можно обратиться, кто мой спонсор, кто мой директор. И поверьте, каждый из ваших наставников заинтересован в вашем успехе, наверное, даже больше, чем вы сами. Больше, чем ваши родители, больше, чем ваши близкие. Поэтому прислушивайтесь к людям, которые уже добились успеха, которые зарабатывают. Потому что, я не знаю, почему так происходит, но мы очень часто слушаем неудачников. Мы слушаем нашу соседку, она нас учит тому, как вести себя с мужем, а сама с мужем ругается. А если вам нужен совет, не знаю, как наводить семейные отношения, идите к семье, у которой все хорошо. Если вы хотите добиться успеха в воспитании детей, спрашивайте маму, у которой, на ваш взгляд, воспитанные дети. Если вы хотите добиться успеха в бизнесе, идите к человеку, который добился успеха в бизнесе. Почему вы спрашиваете совета, как добиться успеха в бизнесе у людей, которые там на заводе работают? Я не думаю, что они вам расскажут, как быть успешным в бизнесе. Поэтому идите к наставнику, задавайте ему вопросы и прислушивайтесь к нему. Смотрите, что он делает, как он делает. Если у человека уже есть результат, значит, он может вам показать путь к этому результату, и он вам поможет. Он не сделает за вас. Здесь тоже, поймите правильно, никто за вас ничего делать не будет. Но он покажет вам дорогу, по которой вы пойдете, стопроцентную, по которой вы дойдете к успеху. Мы сейчас рассмотрели с вами варианты, точнее не варианты, а качества, которыми должны обладать люди, для того, чтобы добиться успеха. Если вы у себя пока не нашли что-то, какого-то качества пока нет, обязательно развивайте. Обязательно ищите наставников, обязательно убирайте всех воров в времени. И действуйте. И вообще варианты у нас есть, чтобы разбогатеть, стать богатыми. Такая вот диаграмма очень наглядная, показывает то, что у нас люди в основном бедные. Да, вот если брать даже по этой диаграмме, буквально очень-очень маленький процент людей зарабатывающих и людей богатых. Почему так происходит? Откуда вообще берется богатство? Какие есть вообще варианты разбогатеть? Ну, первый вариант – выиграть в лотерею. Ну, не знаю. Если бы прям так часто все в лотерею выигрывали, мне кажется, их бы не проводили. В лотерею в любом случае организуются для того, чтобы организатор этой лотереи получил прибыль. Я знаю, что есть люди, которые чуть ли не ползарплаты отдают на то, чтобы выиграть в лотерею. Они выигрывают порой там какие-то копеечки, но такие вот, чтобы прям люди в квартиру выигрывали, машины, в единичном случае. Они есть, я не спорю, они есть. И в моем окружении, кстати, есть знакомая, есть у меня девочка, которая выиграла автомобиль на розыгрыше в торговом центре. Но 35% налога пришлось заплатить. Машина стоила там 2 миллиона, то есть, представляете, 600 там с лишним тысяч, ей просто пришлось брать кредит для того, чтобы заплатить вот этот налог и ездить потом на этой машине. По-моему, в итоге она потом продала эту машину, потому что она была дорогая в отслуживании. То есть, не так уж это выгодно выигрывать в лотерею. Получить наследство тоже как вариант, почему бы нет. Но у меня вот нет какой-нибудь биздетной тетушки в Америке, у которой там миллионы, миллиарды, которые она готова не завещать. Чаще всего сейчас, кстати, такой мир жестокий, что вместе с наследством вы еще получаете кучу кредитов и долгов от человека, который вам это наследство подписал. Поэтому не так уж это тоже выгодно и прибыльно. И остается единственный вариант – это заработать. Заработать честным путем. Мы с вами уже про то, что мы воровали, поговорили, мы с вами так не будем делать. Будем зарабатывать. Какие варианты есть заработать? Работа по найму или свой бизнес? Как вы считаете, какие варианты, ну какой вариант лучше, чтобы заработать денег, чтобы мечты свои существовать? По найму работать или собственный бизнес? Вы знаете, очень много людей в любой стране мира, не только в нашей. 99% людей, работающих по найму, постоянно испытывают нехватку денег, постоянно. Постоянная нехватка времени на семью, на детей, на отдых. Очень часто бывает такой парадокс, что либо есть деньги, но нет времени, нет денег потратить, либо время есть, но нет денег. Чаще всего у людей, работающих по найму, не такой парадокс. Никаких сбережений нет, живут от зарплаты до зарплаты. Даже люди, которые высокооплачиваемые сотрудники, они тоже, они платят, кстати, очень большие налоги. У нас в России, значит, это 13% подоходный налог, а большой зарплат – это большая сумма. Да, вот 100 тысяч зарабатывать, 13 тысяч он дает только налогом. Представляете, какие суммы? 113 тысяч только зарабатывают, а кто-то налогом предполагает. И, по сути, наемный труд крайне редко оплачивается высоко, потому что очень легко заменить. Не нравится, а слабо он. Мы другого возьмем, другого наймем. Да, высоко ценятся только какие-то, действительно, высокие должности. То есть, видно, люди с фотосмекалкой, с каким-то креативным подходом. Ну, да, там, с золотыми руками, да, такие тоже люди. Но очень часто могут подсидеть, могут, да, там, занимать какую-то хорошую должность. А у вашего начальника подрос племянник. И этот племянник вообще, у него не опыта, не знания, ничего нет, но его возьмут на вашу должность, потому что он племянник. И зачастую это сплошь и рядом. Это причем не только где-то на каких-то заводах, на предприятиях. Это и в армии, да, военные точно так же протаскивают своих родственников, публики, физики. Да, то есть, казалось бы, да, вроде бы государственной организации. Но нет. У нас в последнее время даже все решают, наверное, больше связи. Единственная альтернатива, да, я вижу, я пишу, что это бизнес. И, видно, это бизнес. Но, опять же, возникает еще один вопрос. Традиционный бизнес, обычный, или сетевой бизнес? Как вы считаете, традиционный, обычный, или сетевой? Сетевой, однозначно. Потому что в обычном бизнесе все на вас. Также вас могут, по-моему, и крыши на вас наездить, может, и... Ну, много минут, я сейчас не буду их перечислять, да, то есть в обычном бизнесе инвестиции можно, да, просто так с нуля в лучшем откроется. То есть в любом случае нужно где-то рискнуть, где-то связи, да, то есть какие-то деньги нужно. Сетевой маркетинг – это одна из, наверное, величайших возможностей вообще в истории человечества. Потому что именно благодаря сетевому маркетингу, сетевому бизнесу огромное количество людей без каких-либо огромных положений улучшили свою жизнь, изменили свою жизнь в лучшую сторону. Именно благодаря сетевому бизнесу, сетевому маркетингу. Именно поэтому мы выбираем сетевому бизнесу. Вы знаете, очень много параметров есть, по которым важно и нужно выбирать. Компанию, я сейчас не буду все перечислять, но скажу только одно. В компании обязательно должен быть продукт, постребованный и ликвидный, тот, который заканчивается. Потому что сейчас огромное множество этих финансовых пирамид, которые маскируются под сетевым маркетингом. Какими-то там ценными бумагами, какими-нибудь инфопродуктами, какую-нибудь книжку вам будут напаривать, какие-нибудь слитки золота, еще что-то. Это не работа, это не долгосрочный, это не сетевой бизнес. Все, что угодно, но это не сетевой бизнес. И обязательно возраст компании. Старше 7 лет. Старше, не моложе. Все, что моложе 7 лет, неизвестно. Именно в России, чтобы был бизнес, не меньше 7 лет. В этом случае, да, компания проверена и компания надежна. Потому что приходят сейчас однодневки какие-то, даже сетевые компании, даже с продуктом, но не выживают они в условиях нашего, нашей экономики, наших кризисов. И сейчас, да, мне бы хотелось перечислить те мечты, которые вы, конечно же, писали, да, о том, что вы мечтаете. Вы знаете, в нашем проекте, в нашем бизнесе уже десятки, наверное, сотни выплаченных аппетек и закрытых кредитов. Вы знаете, очень многие люди приходят в бизнес с мечтой избавиться от кредитов. Потому что у нас сейчас просто настолько вот этот век кредитов, да, как есть такой анекдот, что сейчас никого не удивишь шикарной иномаркой, а сейчас удивишь шикарной иномаркой, купленной не в кредит. Да, потому что таких иномарок по нашим улицам ездит огромное множество, и 99% машин купленных в кредит. Да, и люди там десятки лет потом за них выплачивают. Не дай бог, если разбили, то все уже хуже. Да, то есть именно благодаря нашему проекту развитие бизнеса через интернет закрывают люди все эти ипотеки и кредиты. Покупка новых домов и квартир. Это реально, то есть в нашем бизнесе уже огромное количество людей улучшили свои жилищные условия. Путешествия по всему миру. Для тех, кто не боится, да, я думаю, что вы не из таких. Буквально вот в ближайшее время, в сентябре, компания организует огромную конференцию в Сочи и на Кипре. Да, и часть нашей команды летит туда и там будет. Покупка машин не в кредит, люди, люди у нас покупают машины не в кредит. Также от компании есть программы с финансированием покупки автомобиля. Кто мечтает о машине, у вас есть возможность получить практически в подарок машину от нашей компании. Финансовая свобода и свободное время. Вот, наверное, последние два момента, они, наверное, даже важнее всего остального. Когда ты понимаешь, что идешь в магазин и можешь не заглядывать в пищевок, знаешь, что тебе денег хватит на продукты, на одежду и на прочее. У тебя есть время. Потому что зачастую люди, которые много зарабатывают, у них нет времени. У нас с вами идет такой разумный баланс дохода и свободного времени. Дальше я уже завершаю, да, сегодняшний мебинар. И очень важный такой момент. От мечты нужно переходить к результату. Таким образом. Здорово, что у вас есть мечта. Вы писали о том, что у вас есть мечта. Мечта должна перейти в цель. То есть мечта это, например, просто там, хожу в Париж. Цель это я поеду в Париж в марте 2017 года на 7 дней. Это уже цель. План это то, как вы будете этого достигать. Вы знаете, сколько стоит эта поездка, да, например, поездка в Париж на 7 дней в марте. Стоит, ну, к примеру, 50 тысяч. Я не знаю сейчас точно, да, я вам просто приведу пример. Стоит 50 тысяч. Да, у нас сейчас, например, ну, сентябрь же фактически, да, до марта получается. Так, ну, сентябрь, октябрь, ноябрь, сентябрь, мы собираем марта. 7 месяцев на марта. Да, соответственно, чтобы заработать 50 тысяч за 7 месяцев, так, делим 50 на 7, получается, ну, где-то по 7 тысяч. Ну, примерно, да, еще с калькуляторами, как раз мы почитаем. Ну, примерно, да, по 7 тысяч в месяц вам нужно откладывать на твою мечту. Соответственно, зарабатывать вам надо больше, да, потому что если будете все откладывать на мечту, как же вы будете жить? Да, вы посчитали, что вам там средний минус, На то, чтобы прожить, надо 20 тысяч. Значит, вам нужно зарабатывать 27 тысяч, чтобы на 20 вы могли жить, 7 вы могли откладывать. Дальше вы переходите от этого плана к действию. Как вам зарабатывать 27 тысяч рублей? 27 тысяч рублей – это доход старшего менеджера в каталог 3 недели. Чтобы выйти на уровень старшего менеджера, необходима для продаж 250 тысяч рублей. Примерно 50 активных человек в команде, которые сделают по 150 баллов. Вот вам, пожалуйста. Вы переходите уже к действиям. Вы начинаете приглашать людей, обучать их, делать то же самое. Команда растет, вы получаете результаты. В марте вы улетите в Париж на 7 дней. Я вам примерно сейчас расписала, как от мечты перейти к результату. Обязательно должны быть действия. Не просто сидеть там и летать в облаках. Нужно действия. Мы с вами перечисляли уже качества, которыми нужно обладать. Будем внедрять. Да, и вот такая красивая картинка. Видит цель, а не преграды. Мы найдем, куда нам надо. Есть такая поговорка. Вижу цель, не вижу препятствий. Конечно, вам будут отказываться. Конечно, не все будет гладко. И прямо, знаете, там очередь сейчас люди выстроят. И сейчас возьми у меня к себе в команду. Нет, конечно. Нужно будет с ними пообщаться. Нужно будет им донести грамотную информацию. Нужно будет ответить на их вопросы. Не все присоединятся. Не все, кто присоединится, начнут действовать. Но если будет действовать в системе, и несмотря на сложность, трудности и преграды, то результат не заставит тебя ждать. Поверьте нашим людям. Да, это тоже мне очень понравилось. Успех – это не более, чем несколько простых правил, соблюдаемых ежедневно. А неудача – это просто несколько ошибок, повторяемых ежедневно. Анализируйте то, что вы делаете. В нашем бизнесе ничего сложного нет. Но то, что просто делать, еще проще не делать. Поэтому ваш успех только в ваших руках. А возьмите себя за правило приглашать новых людей в бизнес каждый день. Возьмите себя за правило получать новую информацию каждый день и изучать новую информацию и внедрять ее в свой бизнес каждый день. Не будьте неудачниками, будьте успешными. Если где-то вы ошиблись и споткнулись, ничего страшного. Исправляйте эти ошибки и идите дальше. Ну и в завершение хочу сказать такую фразу. Да, вот сейчас вы все это услышали, проанализировали, приняли к своему размышлению. И вот сейчас вебинар закончится и у вас есть выбор. Вам нужно помыть посуду, вам нужно помыть пол, вам нужно полежать на диване, вам нужно еще что-то. У вас появятся тысячи дел, которые, к сожалению, не приведут вас к вашей мечте. Так вот, не дайте вашей лени, равнодушием наступить на гору в вашей мечте. Составляйте правильно приоритеты. Для того, чтобы вам добиться успеха от трех часов в день эффективно потраченного времени. Не просмотра ленты новостей, да, не просмотра там миллионов обучающих видео на YouTube, а именно действия, именно приглашения людей, обучение ваших людей. И ваше обучение приведет вас к результатам. Поэтому не ленитесь. Не будьте равнодушными. И пусть ваша мечта сжет вам руки, сжет вам ноги и заставляет вас с утра прям подскакивать с кровати, да, чтобы вы двигались вперед. Друзья, у меня на этом все. Огромное вам спасибо за ваше внимание. Я надеюсь, что я была вам полезна. Давайте от 1 до 10. Насколько полезна была сегодня информация? Будете ли внедрять? Будете ли применять?